Музыка Сегодня 1 сентября И первый день у меня в саду тишина Брожу один Никто не собирает ведрами абрикосы Потом уже пришла пара яблонь, груш Слив Я с кукой решил снять еще один небольшой фильм Он познавательный Почему? Ну, есть какие-то особенности у нашего климата Есть, отсюда 300 метров замерзающий Енисей Нет, теплая вода в Енисейская сюда не доходит Это понятно Вот Но все равно какое-то влияние оказывает Когда-то был живой Одинков Юрий Алексеевич Он, зная про Саногорский феномен Который мной описан уже в тысячах фильмах Сотни статей Вот, книгах Он тоже пытался по-своему понять И придумал такую версию Энергетическая заряженная вода Ну, дальше эту тему раскрывать не буду Юрий Алексеевич уже в райском саду Вот, работает там Вряд ли он лежит и нектар перебродивший попивает Скорее занимается абрикосами Мне почему-то кажется, что какой бы ни был райский сад Там, в другом месте Все равно за ним уход нужен Может быть, преждевременный уход на тот свет Выдающийся садоводы Юрия Алексеевича Латенкова С этим связан Там нужны настоящие садоводы Ну, а здесь кусочки райского сада Я попробовал создать У меня, в общем-то, получилось Вот, сейчас я был в Черемышках Я привез оттуда Ладно, это будет отдельный разговор Там у меня два сада дублера Это сады, в которых растут мои деревья Вот Но я еще про собственность сад не все рассказал Давайте смотреть Итак, рай можно создать с помощью теплицы Ну, какая это теплица? Какая? Стекло разбито Дверь разбито, стекло Здесь тоже все насквозь светится Вот, все 16 форточек открыты Вот, но достаточно нескольких градусов Поддержать температуру выше, зимнюю И вот результат Посмотрите, как что здесь делают помидоры А идет война за место Кому-то из моих близких людей Помидоры важнее А мне персики Вот они, смотрите А видите, вот эти вот раны страшные Это отрезались черенки на прививку И снова урожай получился отсюда маленький Все было пообрезано И вот эти ветки Они снова пойдут на прививку Или Сергею, или мне на продажу Вот Ну, показать, что я не болтун Вы не скажете, что я На рынке это купил Вот, давайте посмотрим на них Вот они Ну, и доказательства еще покажу Пройдемся Пойдемте, как сказала Бабериса Так Здесь осталось еще несколько штук Но уже крупные, скорее всего, не будут Будут даже трогать Сейчас начнут падать Вот они, красавцы Ну-ка Нет, держатся Хотел показать вам, что это все правда Другое дело, это сеянцы Я привитые не держу здесь Причина банальная Персики, это субтропики Им этот климат подходит Мы уже убедились И не раз Вот, и так Ну, еще сюда заглянем Вот они, красавцы Вот Последние в этом саду Вернее, под крышей А еще у меня есть неукрытые Только там поменьше Ну, что еще показать Ага Сувенир Востока Наконец-то созрели Косточки начали расслать вам Вот они, видите В этом году мелкие-мелкие Так деревья не поливались А засуха была стопроцентная Вот Что еще показать Это последние Они уже упали Я с них тоже гною их И выковырю семечки вам Это колновидки Это называется Баргузин Колновидная Баргузин Вот Что у вас выросли до семечек Не знаю Но желающие есть Вот Один из самых Интересных Самых ценных Моих сортов Мое открытие Это всего лишь Второй урожай Вот Яблони медовые Вот оно Полюбуйтесь на это чудо Яблони медовые Какие они вкусные Но они вкусные будут позже Вот Потому Они упали заранее Только потому что Опять же Здесь земля превратилась в камень Я не поливаю Это мой принцип Если я сказал не поливаю Значит не поливаю Вот Экспериментальный сад Что выживет Ваши Не выживет Ну Бог с ними Вот Груши угостить Так А что тут яблоко валяется Или это груша А нет Это груша Грязная Почему в сторонке Значит Кто тут лазил Так Ладно А вот это На месте лежит Груша И вот она лежит Так Откатиться могла Нет В сторонке Значит Кто-то тут побывал Кто-то Да-да Груша моя Кто-то Ну надеюсь Сейчас гостей Вот Я сюда пускаю И Не контролирую Вот это уже Видите Что за грушка Хороша Да Вот Это космическая Это просто чудо Ну Ладно Пусть валяется Пусть валяется Так Что еще Ааа Сорт богатырь Вот яблони Сорт богатырь В том году Было побольше яблок Ну засуха И засуха Вот это смотрите Это переработаны Абрикосы На косточки На косточки У меня здесь Знаю сколько Того добра Ужас Сотни таких Вот Ну давайте Посмотрим поближе Ну вот он Богатырь Вот он Богатырь Вот посмотрели Да Что еще Из фруктов Осталось Вот Ага А Один из Ожидаемых Вновь феноменов Итак Прививка На мажорский абрикос Сливы Венгерки Смотрим Порозовеет Как черный ба Нет 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 До сих пор твердая До сих пор До сих пор Не созревшая Вот Значит Так Ну в общем Не сбылось Перестелка Не получилась Нести Получилось У Чернобаева Ну он Прививал На культурный Абрикос А я Прививал На вызовский Абрикос А тут Еще есть Ну подождем Когда созреет Вот еще Тоже К сожалению Разорить Не стали Ладно Многие Знают На чем Я На чем Меня Крышу Снесло На межвидовых Гибридах Которые Должны По идее Все Умерить Так Ну Абрикосы Все пустые Хотя Вырожаи Были Предельные Уже Ничего Не осталось Ну а Как-то Стало Грустно Вот Эти Абрикосы Посажены Были В 2015 Году Вот Они Этот На год Позже Это 2016 Год Вот Посмотрите Насколько Как бы Это Сказать Насколько Беззащитны Вот Видите Я обрезал Это я брал На черенки Вот они Торцы Замазаны И вот Торцы Замазаны Что мы Имеем Мы имеем Половину Дерева Не половину Где-то Треть Четверть Мертвого Видите Вот Это результат Пусть и зима была Не очень Результат Обрезок Значит Я С обрезками Переборщил Пол дерева Уничтожил Своими руками Вот Ну а С этой Я Я тоже Брал Вот Вот она Вот 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 Тоже Брал Черенки Ну слава богу Здесь Отказалось Покрепче Так Ну что еще Показать Ну давайте Покажу я вам Еще чудеса Так Не верите? Нет Не верите Вот смотрите Ну Абрикос Как абрикос Что с ним взять Желко Что под ним Не осталось Ни одного И вдруг Внимание Чудо Видите? Вот Это же Не абрикос Это слева Это же Энгерка Скажите Я тут сам Подкинул Чтобы было О чем Поговорить Нет Смотрим Внимательно Вот Хватило Чтобы Цитату С 30 Годов Перенести На 90 Лет вперед Что Вегетативная Горизация Это уже Наука Ну А мы Идем Дальше Вот У меня Два Дерева Розмарина В одном Сюлье Я показывал На том участке Розмарин Давайте Теперь Посмотрим На этом Я не знаю Слово Розмарин Как переводится Розовый Не розовый Но Согласитесь Впечатление Что От слова Розмарин Иностранное слово Короче Надо узнать Его происхождение Но запомните Как оно выглядит А теперь Смотрите Там Розмарин И тут Розмарин Здесь Порядка 40 50 Веток На прививку Все они Будут Отрезаны Что То Использует Сергей На Питомника Что То Использую Я Красотища Какая Глядись Что То Использую Я Для продажи Вам Посмотрим Но Дерево Уничтожить Очень легко Я не раз Приводил Пример Я специально Не это Не отрезаю Дерево От этого Не заразилось Ну вот Я уже Показывал Разочек Вот Я отрезал Ветку На прививку Вот Отрезал Ветку На прививку Так И Что я Получил Замерзла Целая Вот Аж До сюда Ветка Вот До сюда Вот И Пока Все Я Ветку Не убираю Я дерево Ничем Не опрыскиваю Я Ничем Не замазываю Я просто Жду Когда оно Умрет Это дерево Сначала Положено Я начал Отрезать Черенки На прививку Вот Может быть Я его Гроблю Но пока Оно выглядит Так Вот эти Яблоки Через месяц Достигнут Ну Грамм Четырехсот Вообще Рекорд Это Это же Дерево Чернобаева Перенесенное Пятьсот Сорок А с Этого Самое Крупное Я сфотографировал Было Ровно Пятьсот Еще раз Чернобаева Пятьсот Сорок У меня Ровно пятьсот Вот А так как Дикая засуха А я ее не поливаю Это дерево Нет Скорее всего Дальше Тристо Не пойдет Но потенциал Огромный Согласитесь И ветки На прививку Правда Поменьше Похуже Ну Все таки Я его тоже Искалечиваю Ой какое Там яблочко Весит Но там уже Четыреста Грамм Вон та Там уже Четыреста Дорого Да Итак Розмарин А теперь Спросите Кто это Когда-то Мне представили Как Голден Дели сейчас Приезжал к Вордюму Посмотрел Сказал Нет Он не имеет Никакого отношения Голдена А я верю Специалист И Раз таки Яблок Нигде И ни у кого Нет Кроме Меня С Чернобаем А вы Можете Нарисованное Увидеть Пожалуйста На этом Вы знаете Вот загляните На мой сайт Мой сайт Внутрь Там есть Раздел Фотогалерея Там Добрые тысячи Фотографий Невиданных Вообще Невиданных Я сам не верю Что это В моем саду Снято В моем Но Как-то иногда Смотрю Ошарашенный Как же так Как же Это не может быть Вот Воспитывал себя Как все Советские Сети А сайты Ну сплошь Если взять 100 сайтов 99 Фотографии С интернета Но нет У них Своих садов А здесь Все свое Вот И попробуйте У них Вода Вот эти вот Я их не жалею Потому что Они сильно Нагло Себя вели Этот Сейчас скажу Урал Сады Урала Они уже убрали Я подверг Критике Я их высмеял Я потребовал Сатисфакции И они выбрали фотографии На которой было Яблочко Его Одно из предыдущих Поколений Вот такое Вот Они убрали Ну у меня есть фотографии Я же их Чтобы меня не потащили В суд Я же страхуюсь Вот Я прям с экрана Фотографировал Все эти сайты Подлые Наглые Вот Ну и попробуйте Вы Вон 400 граммовое яблоко И скорее всего Это 500 Дойдет Ну наверное Кроме меня И моего друга Чернобаева Ни у кого пока нет А И нескольких Учеников Вот И все это живое А почему Меня Сергей упрекает Что саженцы дорогие И по 5 По 10 Финны продают По 8 По 12 тысяч Где? В Питере Финны продают А люди берут Ну что Посмотрим теперь На Клон Я тут Поработал Передел Маленечко И мы имеем Теперь Еще один Голден Название Еще не придумал Так Ох ты Падает Под ногами Уже валяется Дожили Но я уже собирал Мне с них Тоже семена требуют Что вырастет С них И семян Хотя вот эти Достигнут 300 грамм Вот эти Вот Смотрите Нет Уже 300 уже есть Семечек Я не знаю Хотят Покупают Для меня Они поддерживают Мои штаны Чтобы я не похудел Спасибо им Спасибо за субтитры